Всех с днём рождения! Получить подарок по честь зениток это мечта, поэтому я дарю вам стриг из видео по этим самым зениткам. Ну что, что, не стоит благодарности. Итак, советский убийца Шилки, убийца НАТО, убийца танков и иногда самолётов Енисей. Две пушки 37 мм с нихреновыми такими снарядами. Но, 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 забегая вперёд, скажу, что 57.2 всё-таки вне конкуренции. Ленты 3 отличаются наполнением и может имеет смысл возить стандартную, чтобы сбивать авиацию, но я катал чисто бронебойную. Ибо в бою ленту сменить нельзя, да и снарядов не так уж и много. Главное правило, никогда не расстреливать все боеприпасы, так как заряжаться на точке придётся 3 минуты. В принципе, могу похвалить подвижности и задний ход, но разворот на месте немного слабоват. Не знаю, оптимизация ли это или что случилось, но кадров у анимации ИРЛС явно не хватает. Но я позаботился и смотрите, что сделал. Вау. Бывает, что лента не справляется с техникой, но редко, так как в основном среди противников всякие кебаберы, леопарды, БМП и прочий картон. Собственно, хотелось больше врывов и каких-то фановых вещей, что стоило мне большого количества смертей. Ведь брони, понятное дело, нет вообще никакой, да и зачем она нужна зенитке? Знаете, мне покой не даёт одна тайна, о которой я хочу рассказать. Если взять башню от Шилки и шасси от 120-го объедка, получится Енисей. Только никому не рассказывай. Вены хорошие, с наводкой проблем нет, ИРЛС для кукурузников работает отлично. Так что, если тебе скучно, то позвони мне. То вполне себе интересный вариант для небольшого усложнения геймплея. Многие любят охотиться на зенитках, жаль только, что мало кто умеет. Ну и, естественно, неплохой вариант против авиации, если вдруг кому-то захочется использовать зенитку по назначению. Субтитры сделал DimaTorzok